Привет, Викулечка! У нас с тобой занятие сегодня в новом формате. Мы будем заниматься онлайн, дистанционно. Ты готова? Ольга Нишпай, руководитель студии эстрадно-джазового, вокала не дает расслабляться своим ученикам в самоизоляции. Уроки проходят строго по расписанию. Растерять навыки вокального мастерства можно быстро, а вот наверстать программу сложно. Любой пропуск занятия ведет за собой все-таки, как мышцы, они забывают. Мышцы забывают. Их надо постоянно прогревать, постоянно разогревать. Все пропуски, это значит, мы возвращаемся к началу и опять по новой греем, греем, греем. По новой занимаемся, возвращаемся к тому, с чего начали. Конечно, хотелось бы идти вперед. В Захаровском доме культуры часто проходят концерты, конкурсы и фестивали. А это значит, что юные артисты всегда должны быть в форме. Дыхание, распевка – в этом вопросе очень важно детально отрабатывать каждое упражнение. Кстати, Ольга не только проводит занятия, она еще и записывает мастер-классы по вокалу. Мне хочется поделиться, поделиться теми знаниями, которые у меня есть, то, что я наработала за, в общем-то, уже какую-то часть своей жизни. И мне хочется, да, поделиться этими знаниями, чтобы люди могли воспользоваться. Почему нет? Стать преподавателем Ольга решила не сразу. Понадобились годы, чтобы накопить мастерство и почувствовать готовность передать свой опыт новому поколению звезд. Горчи, Калина, губ твоих, Калина, идут на умы теплые деньги. Сегодня она все реже выступает на сцене, чего не скажешь о ее воспитанниках. Благодаря педагогу они достигают прекрасных результатов. Мы, конечно, все прорабатываем до автоматизма, чтобы это было все-таки хорошо. Работа специалистов Захаровского дома культуры продолжается, пусть и в режиме онлайн. Есть и свои трудности. Иногда подводит интернет. Но педагогов и учеников это не смущает. При первой же возможности они возвращаются к занятиям, чтобы не терять и ни минуты. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.